Все тренды осени 2023 на живых примерах, как вы это любите. Сегодня мы заглянем в разные магазины с разным ценовым сегментом и прям дорого-богато, и такой эконом-сегмент, да, где на чем можно сэкономить. Извините за тавтологию, но это правда. С вами Ольга Епифанова, проект Стильно, поехали! Ну и по традиции, когда я снимаю ролики про тренды, я всегда одеваюсь тоже во что-нибудь трендовое. И что же сегодня на мне? Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это юбка. Юбка серебристая, сейчас серебро и золото, и все, что у нас вот с таким вот блеском, активным или менее активным, как в данном случае, у нас очень и очень актуально. Второй момент, это неровный обрезанный край, как на моем пиджачке. Да, обратите внимание, здесь как будто бы торчит подклад, но это все естественно, сделано специально. И вы это можете встретить на жилетках, на пиджачках, джинсах, которые как будто бы просто обрезали, причем даже может быть неровно. На свитерах, которые кажутся снизу как будто бы погрызанными. Да, это не потому что моль проела, а потому что это сейчас у нас в моде. Фиолетовый цвет, причем в разных его оттенках, тоже очень актуален и популярен этой осенью. Это не самый главный тренд сезона, но один из, обращаем на него внимание тоже. Кстати говоря, еще об этом пиджачке, обратите внимание, он как будто вывернут наизнанку. На самом деле он двухсторонний. То есть и с одной стороны, видите, у меня пуговицы, и с другой, и с одной, и с другой у меня правильные швы внутренние. Да, но вот здесь как будто бы специально все это вывернули. Вот такая вот красота стильная. Далее микросумочки, которые тоже завоевали сердцомодниц, и мы их продолжаем носить этой осенью. Ну и я надеюсь, что этот тренд продлится еще долго и долго, я очень это люблю. Ну и еще, конечно, полоска, да, и черный цвет. В общем, я вся такая сегодня трендовая. Сейчас приду в магазин, и нечего вам рассказывать будет, поэтому о себе закончили, идем. Вообще, мы обычно находим первый магазин манго, такой среднего сегмента, чуть ниже среднего. Но сегодня он на реконструкции в том торговом центре, в который мы приехали. Поэтому мы решили заглянуть в лайм, его вы тоже очень любите. Смотрите, пиджачок практически как на мне, но у меня, конечно, покруче. Да, у меня еще много на нем всяких нюансов и деталей. Но, тем не менее, на самом деле не бойтесь таких простых вариантов, потому что их гораздо легче стилизовать. С ними можно составлять огромное количество комплектов. Каждый раз не будет ощущения, что вы ходите в одном и том же, да, за счет того, что мы здесь будем чем-нибудь украшать, внизу чем-то дополнять. В общем, чем базовая вещь, тем проще с ней работать. Да, я знаю, что слово базовое не существует. И знаю, что у кого-то чешутся ручки написать, что его нет. Ребята, относитесь ко всему проще. Кожа у нас в тренде из года в год, да, переходит, не собирается никуда уходить. Но сейчас, что еще интереснее стало, очень стали модны именно кожаные комплекты. То есть, даже не только по отдельности, да, носить пиджачок, брючки или юбку, а именно вот так вот в комплекте. Более того, сейчас не только в обычном формате, в нашем привычном формате кожаные вещи, но и вот в таком винтажном варианте, да, как будто бы состаренный материал. Очень стильно, но не всем идет, да. Помним тренды трендами, а выбираем то, что украшает конкретно нас. Здесь искусственный мех, тоже в очень разных его вариантах, как прям совсем под чебурашку, так и делаю сейчас прям практически, ну, издалека так уж точно, неотличимый от натурального. Ну, вот мне понравился такой кучерявый вариант, напоминающий барашка. А так это могут быть и более гладкие, и более, наоборот, с длинным ворсом варианты. В общем, смотрим, выбираем, и то, и другое будет очень даже актуально. Дубленки, кстати, то же самое, тоже здесь искусственный мех, эко-кожа, в общем, все за защиту животных. Ну, вот такая вот красота. А еще дубленка это сейчас та вещь, которую очень легко стилизовать и добавлять практически в любой стиль. То есть, хотите в спорт, хотите более какое-то элегантное женственное платье, а сверху дубленка, которая ее так замиксует интересно, да, сделает смешение стилей. И это тоже будет выглядеть здорово и актуально. Вот, кстати говоря, тоже необработанный край. Видите, как будто нитки торчат, как будто забыли зашить. Но никто ничего не забыл, это, наоборот, решили помодничать. И жакет в данном случае укороченный. Это тоже сейчас в тренде. Тоже смотрим, да, кому подходит, кому нет. Очень часто он может открывать вот эту вот зону, и если она у вас достаточно объемная, может смотреться не очень хорошо, да. Там, наоборот, лучше удлиненное и все перекрыть. Зато визуально будет удлинять ножки за счет того, что тело будет казаться короче. Прозрачность и лонгсливы, да, в данном случае два в одном, это все сейчас тоже у нас очень популярно, очень актуально. Некоторые спрашивают, как же такое носить, ведь белье видно, да. Ну, во-первых, да, если это там на работу куда-то или где это будет неуместно, то не надеваем. А во-вторых, можно же сверху надевать жилетки, они сейчас тоже у нас очень популярны, актуальны, корсеты и так далее. То есть, кому необходимо прикрыть белье, делаем это. Красный цвет считается одним из главных хитов этого сезона, практически наравне с серым. Да, ну, кстати говоря, именно в лайме я почему-то мало красных коллекций вижу. Посмотрим, может быть, другие магазины нас побалуют. Кожаные тренчи, да, причем даже тот самый пресловутый бежевый тренч, если вы возьмете уже не в обычной фактуре, да, а именно в кожаной, он будет смотреться более стильно, более современно. Тот спокойный бежевый тренч остается базой, не нужно паниковать, не нужно с ним срочно расставаться. Да, просто, конечно, на улице людей в бежевом тренче, да, мне кажется, уже все пошутили на эту тему. Действительно, очень много. Рассмотрите или другие фактуры, или другие цвета. Будьте оригинальными. Total Denim, про него я тоже вам уже рассказывала и не один раз. И вот здесь на манекене представлен как раз комплект именно в таком варианте. Причем, да, не просто синий нам привычный Denim, а именно вот в таком состаренном, тоже как будто бы под винтаж. Но здесь я бы даже это сказала как будто бы погоревший какой-то вариант. Но стильно, интересно. Обыграть можно классно. Я тут представляю какие-нибудь интересные броши, интересные цепи. В общем, вариаций куча, да, стилизуем под себя, чтобы даже если вы одеваетесь трендово, все равно держать какую-то свою индивидуальность. Еще говорят, что у людей в России закончились деньги. Посмотрите, какая очередь на кассу. Причем, даже в более дорогих магазинах я тоже встречаю такие же очереди. Швы наружу. Еще один тренд. И в данном случае это применено на трикотажном платье, но я встречала и на тех же сетчатых полупрозрачных лонгсливах. И встречала на пиджачках, штанах, брюках и так далее. В общем, любые швы наружу. Смотрятся стильно, смотрятся современно и интересно. Ну, такое платье можно, например, дополнить какой-нибудь косухой, если мы говорим именно про осенний период. Вот, кстати говоря, да, раз уж заговорила про штаны и брюки, тоже вариант со швами наружу. Здесь они еще и с бахромой. Бахрома тоже в тренде. Причем бахрома абсолютно разная. Начиная от нашего классического понимания бахромы, да, как на юбках для латиноамериканских танцев, так и вот такая вот бахрома, которая появляется в результате обрезания краев. Напоминаю, кстати говоря, да, глядя на эту вещь, что скоро у нас выйдет ролик и про антитренды. И, конечно, вот такое, ну, прям, знаете, видно, что какая-то тряпочка, вот по-другому я это назвать не могу. Не рекомендую покупать. Очень удивлена, что влайн такое тоже есть. Очень удивлена, Гриш. Я, честно говоря, думала, что они больше по базе и по трендам, а вот такое, это прям меня сейчас даже немножко выбило из колеи. Прихожу в себя. Рядом еще посмотри что. Оу, платье Пьеро. Пошла погрущу. Это покупать не надо. Не надо, нет. Длинные джинсовые юбки тоже сейчас у нас в тренде. Вот здесь, кстати говоря, сделали такой более необычный формат, чем в большинстве магазинов. Здесь очень интересно, видите, именно сама посадка, плюс асимметрия, что тоже добавляет этой юбке изюминку. В большинстве случаев это просто удлиненная юбка, немножко выше щиколотки, с разрезом посередине или с разрезом сбоку. Но смотрится базово, смотрится классно, но не совсем уже вкусно и интересно. Еще немножечко искусственного меха. Кстати, на ощупь очень приятно. Я люблю, когда приятно на ощупь. Для меня это важный критерий в подборе одежды для себя. Вот, поэтому такого я, да, зашла бы примерить. В манго мы сегодня не попали, но пинка не подвели нас. Так что, мой любимый магазин. Идем смотреть, что там есть. Очень красивая и стильная новинка. Обратите внимание, из двух фактур. Они очень красиво перекликаются друг с другом. Сразу делают такую фишечку. Укороченная жилеточка. Я понимаю, что укороченный вариант подходит не всем. Да, это больше для модниц на автомобилях. Но, тем не менее, обратить внимание на то, что это все-таки у нас в тренде и очень-очень актуально, я считаю, что стоит. Ну, здесь прям два в одном. И блеск, и вырезы. Вырезы у нас не то, чтобы уже укоренились. Они, мне кажется, все больше и больше занимают такие твердые позиции. И не хотят никуда уходить из наших гардеробов. Наоборот, все чаще и на разных-разных частях тела мы их будем с вами встречать. Ну, и блеск в разных форматах сейчас проявляется. Здесь так очень интересно сделали. Как будто бы, знаете, мне напоминает, как будто бы баллончиком покрасили серебристым. Классно, я бы примерила. И еще немного блеска вот в таком пуховичке. И обратите внимание, здесь очень интересным как бы узором собран вот этот декор из стразиков. Поэтому смотрится дорого, смотрится классно. Мне нравится. Сзади, кстати говоря, без них. А перед прям украшает. Я бы тоже примерила. Ну, пинка вообще. Я когда захожу, мне все хочется всегда мерить. Еще хочу обратить ваше внимание. У нас совсем скоро. Не пропустите, кстати, подпишитесь сразу на канал, если еще не подписаны. Чтобы не пропускать ролики. Скоро выйдет ролик про антитренды. И вы там увидите вещицу с бусиками вот здесь вот пришитыми, которые смотрятся просто нереально дешево. Я не знаю, кто это придумал. И насколько круто исполнено вот здесь. Прям хочу специально обратить ваше внимание на это. Некоторые говорят, ну вот как же нам говорили вот это в тренде. Да, какие-то вещи могут быть в тренде или какие-то нюансы могут быть в тренде. Но само исполнение и качество этого исполнения, оно тоже играет большую, значительную роль. После летнего барби-бума многие переживали, что розовый цвет будет уходить со всех прилавков, так как многим может этот цвет надоесть. Но нет. Смотрите, фуксия у нас переходит в том числе в верхнюю одежду. Я себе уже, кстати, прикупила пальто. Тоже такого яркого, насыщенного розового оттенка. Ну а здесь у нас представлен пуховичок. Ну и в принципе, можете тоже обратить внимание, розовых вещей немало. Ну и тренд на серебро тоже у нас не только в нашей внутренней одежде, но и к верхней одежде он тоже будет относиться. Это, конечно, для тех, кто посмелее, кто хочет выглядеть ярко где-нибудь на фоне белоснежных сугробов, когда наступит зима. На моем веку боди и лонгсливы никогда еще не были так популярны, как сейчас. И в том числе, кстати говоря, телесных оттенков. То есть, как вторая кожа, продолжение нашего тела. Ну и здесь, помимо этого, еще один тренд. Это вот такие складки, сборки, веревочки, которые это все подсобирают. Мы это можем увидеть и на платьях, и на юбках. И в данном случае это представлено на боди. Вырос, кстати, очень красивый. Надо проверять! Серебро я вам показала, а вот и золото подоспело. Золото так же, как и серебро у нас в этом году. Очень актуально, очень популярно. В данном случае в верхней одежде, а так юбки, топы, что там еще, пиджаки, да все, что хотите. Можете покупать в золоте и в серебре. Вы не будете выглядеть как сорока, вы будете выглядеть трендово. Гипюр. Но здесь я прошу вас, да, обращать внимание на хороший, качественный гипюр, а не на синтетику, которая очень сильно блестит. Я понимаю, что иногда хочется выглядеть трендово. Бюджет не позволяет покупать дорогие вещи. Но, тем не менее, даже в бюджетных магазинах можно найти варианты, которые будут выглядеть хорошо. Корсетный топ. Корсеты, в принципе, сейчас очень популярны и актуальны в виде топов в том числе. И здесь, видите, тоже вот с теми самыми веревочками и завязочками и складочками, о которых я уже говорила. Красота. Ну что, средний сегмент мы с вами посмотрели. В магазин подороже мы тоже заглянули. И теперь посмотрим варианты для тех, кому нужны ультрабюджетные вещи. Сегодня у нас неизменным среди магазинов был только пинка. В бюджетный мы решили зайти в CR. Это бывший кроп. Я уже вижу, что он очень такой прям молодежный, стильный, поэтому трендов там должно быть много. Сразу же на входе вижу металлизированные поверхности. А это, как я уже сегодня несколько раз говорила, у нас в тренде. Так что, думаю, мы, наверное, идти здесь. Лаковая кожа. Это, конечно, для самых смелых модниц. Не каждый рискнет. И, честно говоря, я уже вижу, насколько он заляпанный. То есть это такой вариант, если вы педант, который будет все это очищать, отмывать ежедневно после того, как это соприкасалось с вами или с кем-либо. Не очень практично, но очень модно. И фуксия перешла не только в верхнюю одежду, но и в обувь. Посмотрите, какие яркие, жизнерадостные у нас тут ботиночки. Ну, что, могу сказать, прикольно выглядит. На дело бы какие? На дело бы, да. Балаклавы. В прошлом году их начали носить самые-самые модники. В этом, я думаю, что они станут уже чуть-чуть более популярны, чем в прошлом. Надо, ходить они пытались. Давно достаточно. Но не могу сказать, что тренд прям сильно прижился. Хотя в нашей полосе, на то, как мы мерзнем зимами, я бы и для себя бы это присмотрела. Бомберы. У меня, кстати, есть несколько штук разных цветов. Но вот здесь представлен в черном цвете. В черном это такая база-база. Мне все-таки сейчас бы хотелось, чтобы здесь было что-нибудь яркое, сочное. Это дало бы больше изюминки, чем просто черный. Черный тоже в тренде за счет именно формы. Да, уже не за счет цвета, а за счет формы. А вот и бюджетный вариант эко-шубки. Да, она уже совсем, конечно, не напоминает натуральный мех. Но она тоже очень приятная на ощупь. Да, я говорила, что для меня, например, это крайне важный фактор. Ну, и здесь он еще в леопардовой фактуре. Да, то есть можно подчеркнуть свой характер, если вам хочется его проявить, да, и заявить о себе. Ну, вот как-то так. Да, я что сказала? Принт, конечно, принт. Все, заговариваюсь уже. И здесь, кстати, тоже есть вот эти укороченные жилеточки, которые сейчас в тренде. Но они уже не из двух фактур, да, как мы это видели в финка. Вот здесь очень даже похожий цвет. Но видно и фурнитура не та, и, конечно, ниточки торчат за счет того, что вариант более бюджетный. Но, да, когда он однотонный, светлых таких простых базовых цветов, если все вот эти моментики почикать здесь, да, то, в принципе, тоже в ней можно выглядеть хорошо. Скажу честно, лично для меня это too much, но, тем не менее, это тоже трендово, это тоже стильно. Серебряная фактура, казаки, да, ну, здесь, получается, объединили такие два ярких тренда. Я это больше представляю на какую-то стилизованную вечеринку, чем для жизни. Да, но, может быть, какие-то яркие драматики готовы так будут ходить, конечно, и каждый день. Кстати говоря, если среди вас такие есть, напишите об этом. Очень интересно, кто у нас по характеру присутствует среди подписчиков. Я тут краем глаза заглянула в мужской отдел и увидела тоже классные бомберы, которые я бы даже предложила не только молодым ребятам, но и девушкам. Потому что бомбер стильный, бомбер унисекс, яркого, классного цвета. Я бы такое вообще смело бы в такой расцветке носила. Прямо с этой юбкой и кроссовкой там надените? Да, почему нет? Я скажу честно, пройдя по трем магазинам, я не могу сказать, что я встретила все тренды, которые нам пророчили на эту осень. Это очень такой интересный момент. То ли они не приживутся, как считают маркетологи, в России, то ли они просто пока еще не доехали до нас, да, не поступили в наши коллекции. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мы же обязательно снимем для вас и про зимние тренды. Может быть, как раз там они уже и появятся. Ну что ж, а вы, если еще не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать наши новые ролики. Пишите в комментариях, что вам понравилось и чего вам хотелось бы из текущих трендов приобрести себе в гардероб. А может быть, что-то у вас уже есть. Или что-то вы категорически не приемлете. В общем, пишите все, что вам хочется, нам интересно знать ваше мнение. Ну, а с вами была Ольга Епифанова, канал Стильно. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok